Смотри на декорации, просто они странно выглядят с ним помпончиком. Может лучше тот поставить? Тут вообще как три палки. А так можно? Он так нормально берет? Он так берет лучше всего. Но лучше, чем тут сопля висит, извините. Папа сам бросит так и делать. Ну потому что это папа. А я мама. Ну пусть она торчит. Нет. Ну ладно, все. Уже вставать что ли буду? Оно мне надо. Действительно. Я уже уселась, тут присиделась. У меня тоже теперь оператор есть? Удачи вам. Спасибо. Нам с Варей пожелали удачи? Нет, только тем, кто смотрит. Ну может быть даже я тебя допущу до первоначального монтажа. Первые несколько секунд. Вы, может быть, такое увидите. 24-й год будет для вас незабываемым на этом канале. В таком случае, если меня допустят, до первой трех секунд монтажа. Каких трех? Ну 30 секунд. Там намного не рассчитывай. Я просто поняла, что мне нравится, как ты делаешь у твоей папы. У меня аж крема. Да, все. Я начинаю. Но не КВН, а запись видео. Дорогие мои подписчики, дорогие гости моего канала, принимайте огромный привет с берега Балтейского моря. С вами Людмила Батакова и мне по-прежнему. Каждый раз очень приятно, когда вы приходите на мой канал и смотрите мои видео. Сегодня у нас с вами очень интересная тема, что нам всем очень пригодится в 2024 году. Ну, может быть, и не очень, не будем так кардинально говорить, но есть некоторые вещи, моменты, нюансы, которые точно пригодятся, особенно начиная с 2024 года. Иначе, знаете, я с чего? С того, что есть подписчики на моем канале, ну, есть постоянные, а есть те, кто просто мимо проходили, что-то посмотрели, высказались, я им ответила. И они пишут, Людмила, а вот вы в комментариях совсем не такая, как вы в видео. Тут вы мягко эти, вы пушистые, а отвечаете так прямо. Ну, дорогие мои, конечно, смотря что человек пишет. Если человек пишет что-то конструктивное, или задает вопросы мне, да, или, естественно, когда он отмечает, что мой ролик принес пользу, это мое мнение, что мои ролики все приносят пользу, но оно, конечно, субъективное, не вопрос. И мы там дискутируем, или я отвечаю на вопросы, или просто ставлю сердечко, потому что мне приятно, конечно, когда мой труд отмечают. Это нормально. Но есть комментарии, когда говорят, что-то тебе там твой вот этот вот, чем ты там пользуешься, что-то тебе не помогло. Видно, типа, вот в таком духе. Или что-то в виде оскорбления, или вы лучше бы вот по-прежнему там перекрасились в свой естественный цвет. Кстати, мой естественный цвет, это сейчас такой, потому что я посидела уже, в 16 лет я посидела, кстати. Или комментарии, типа, сходи лучше к врачу, там, типа, кровь сдай, не занимайся фигней. Но вот когда такие комментарии, знаете, не надо ждать, что меня ударили по одной щеке, я тут же подставлю вторую. Нет, я сделана из другого теста. Если я вижу, что нарушают мои личные границы, пункт номер один. Это нужно очень хорошо понимать, что с 24 года, особенно, люди, которые будут нарушать личные границы, будут за это отвечать. Что такое нарушать личные границы? Не давать советы непрошенных. Не выражаться по отношению к чужому человеку на «ты», если он это не любит. Я не люблю, я так воспитана, я об этом все время говорю. Давайте на «вы». На «ты», возможно, придет время, мы перейдем. Ну, а сейчас мы не знакомы. Давайте на «вы». Или когда мне вот реально хамят. Так вот, нарушать личные границы других людей нельзя и не получится. Потому что люди будут по-другому реагировать, и дабы просто вы не обижались, что вот вы принесли добрую весть какую-то, или вы решили помочь человеку. А вот там типа «вы слишком худая, вам надо есть мясо», или «вы слишком толстая, вам надо прекратить есть». Вот эти вот советы. Если человек вас не спрашивает, давать не надо, просто подумайте о себе, что вы, нарушая эти границы, отныне можете получить обратный ответ, и не всегда очень деликатный и корректный. И вы будете от этого потом страдать. Зачем оно вам надо? Что касается моего канала, конечно, я как радушная хозяйка, рада всегда вас видеть. Я передаю свой опыт. Да, можете воспринимать мои видео там как советы, или как не советы. Я передаю свой опыт, я говорю то, что действительно работает и помогает. Вы видите мой путь, как я его проходила. И вот когда человеку что-то не нравится, он что делает? А, это мне не нравится, это я не воспринимаю. И вообще, типа, она говорит ерунду. Он уходит. Либо, вот это мне нравится, это мне интересно, и он остается. Но высказывать свое мнение в этот момент никто не просил, особенно в грубой форме. Поэтому пункт номер один. Не нарушайте личные границы других людей и не позволяйте нарушать личные границы свои. А пункт номер два. Конечно же, здоровье. Крепкий иммунитет. Даже так бы я сказала. Ну, это, в принципе, одно и то же. В 2024 году. Или так, с 2024 года это наиболее актуально. Почему? Потому что приходит время, 2024 год, его называют годом кармы. И в одном из прямых эфиров я объясняла, почему это год кармы. Во-первых, високосный год, почти все високосные года, это такая некая маленькая проверочная работа о твоей жизни, о том, как ты живешь. То есть приходится отвечать за все, что сделал или не сделал. Но 2024 год характерен тем, что он включит закон во всем. То есть во всем, что мы делали предыдущие 9 лет, особенно, за все это нам нужно будет отвечать. Там же не только плохое, скажем так, да. Хотя, знаете, плохого, хорошего нет. Это наша оценка. Ну, чтобы просто было понятнее. За все, что сделали, да, мы будем отвечать. И прямо вот с 2024 года просто за все наши действия, за все наши дела будем отвечать мы. Вот каждый личный, каждый человек будет отвечать за все, что он сделал. Не получится на кого-то переложить ответственность. Эти времена закончились. Уже никто тебе не виноват. Ни страна, ни государство, ни политика, ни экономика. Никто. Ты отвечаешь за все сам. Поэтому, конечно, к этому моменту нужно подготовиться. По крайней мере, нужно понимать, что я беру ответственность за свою жизнь в свои руки. Это же моя жизнь. Значит, я и беру за нее ответственность. А все, что мне кажется внешне, мне мешает жить, это только кажется. Потому что если тебе что-то не нравится, ты в силах это изменить. И если ты не хочешь менять, отвечай. Если ты боишься, у тебя чувство страха, работай над своим страхом, но главное действуй. То есть это такой, вот знаете, закон. Вот 2024 год, он под знаком идет Козерога, планета Сатурн. Это закон. Не получится отвертеться, ответим за все. Каждый из нас ответит за все. Поэтому, если что-то не нравится, это же не фатально. Не нравится, просто поменяй. И все. Делай действие. Не знаешь как, просто начни с чего-то. Вот и все. Поэтому, если говорить о здоровье, о крепком, конечно, оно пригодится. Потому что нам нужно крепкое тело. Храм нашего тела нужно питать качественно. Нужно за ним ухаживать. Нужно повышать иммунитет, чтобы никакая болячка не прицепилась. На моем канале тоже есть много информации о том, как укрепить иммунитет. И даже создан целый курс. Он так и называется. Иммунитет, железный иммунитет. Есть курс «Строенное тело без откатов». Очень много создано материала. Есть платный, есть бесплатный. Пожалуйста, если у вас есть этому интерес, и вы готовы инвестировать в себя, то обращайтесь. Я с удовольствием обо всем расскажу более подробно. Пункт третий. Говорить правду. Ох, как это в 2024 году важно. Вы даже себе, может быть, сейчас и не представляете, насколько. Говорить правду вообще хорошо и говорить правду легко. Если вы смотрели фильм «Обмани меня» или «Теория лжи», очень интересно, там такой момент был, как определить, что человек врет. Вот если он рассказал какую-то историю, нужно попросить его рассказать от конца в начало. То есть наоборот. Если человек говорит правду, конечно, он в обратном порядке вспомнит все, как было. Ну что-то, может быть, какие-то детальки упустит. Ну, в принципе, вспомнит, как было. И расскажет. Если не может рассказать, значит, придуманная история. Опять. Почему важно? Опять же, потому что 2024 год, он находится под знаком Сатурна. А Сатурн – это закон. Закон во всем. Правда должна быть во всем. Ее не бывает горькой или сладкой. Есть то, что мы в себе таили. То, что мы скрывали. И вот в 2024 году все, что таили, скрывали, все начнет выползать. Вот именно выползать наружу. Прям вот выпачковываться. Лучше там, где вы знаете, что вскрыли что-то, и это может раскрыться. Это там не ваша какая-то глубокая тайна. Может быть, вашей семьи вы ее храните. А вот лично ваша, да? Лучше сами вскройтесь. Лучше сами вскройтесь, расскажите правду. Все будет нормально. Это не смертельно. А вот вранье ударит опять же сразу по здоровью. Уже никто не будет особо там предупреждать. Вот все, что происходит в жизни не так, все будет отражаться на здоровье. Зачем рисковать? Лучше сказать правду. Вы знаете, действительно, как говорила моя бабушка, от правды еще никто не умирал. Да, может быть больно, очень больно. Но это потому что мы так воспринимаем. Все, что происходит, мы воспринимаем эмоционально. У кого-то сильные эмоции проявляются, у кого-то не очень сильно, да? Кто-то так сдержан. Но люди сдержанные снаружи, они внутри, у них тоже там бушуют пожары и бушуют океаны. Поэтому всегда легче жить, когда ты говоришь правду. Вот попробуйте, это безопасно. Практики. То, что очень понадобится в 2024 году, чтобы понимать, что с тобой происходит. Вот, наверное, это один из таких сложных моментов этого года. Это начиная с этого года, не только этот год, начиная с этого года. Это понимать, что с тобой происходит. Ведь когда мы не хотим чего-то видеть, мы прячем эту информацию, эти эмоции. Ой, потом. Не, не хочу об этом думать, не хочу это вспоминать. А в 2024 придется и все вспомнить, и все сказать, и все прожить, и пережить. И когда ты вскрываешь в себе, особенно там свои теневые стороны, да, вот буквально сегодня в Телеграм-канале, на который я очень призываю вас подписаться. Ссылочка будет внизу под этим видео. Потому что там я каждый день, несколько раз в день, там я отвечаю на вопросы, там меня много. На Ютюбе я раз в недельку, а там меня много, и там проще происходит общение, быстрее. Так вот, когда ты начинаешь о себе думать, и ты вскрываешь свои теневые стороны, я как раз сегодня писала об этом пост. Не нужно просто изначально думать, что теневых сторон нет в человеке. Но это невозможно. Мы и рождаемся в том числе с такими качествами, да, своей личности, которые нам нужно проработать. Это и зависть, это и злость, это и ярость, это и осуждение, это и страх, и лень. Там много всего, много всего. И их нужно прорабатывать. Я скажу по себе, когда я проработала такую энергию, как зависть, мне все казалось в молодости, что вот там хорошо живут, там хорошо живут, и я прям помню это ощущение, я так завидую вам, почему я так не живу. А потом, когда я устала, знаете, был такой момент, вот реально, я помню, что я устала, я так устала завидовать, это такая тяжелая энергия. И я тогда, уже зная немножечко, что это энергия, ну вот всю эту информацию я уже имела, она была во мне, да, и я тогда попробовала поработать. Попробовала поработать. Ну, например, с завистью я начала через, ну более сложным, более сложным этапом я шла, потому что многого не знала, через работу чистомозга. А я почему завидую? А я хочу того, чего у меня нет. И когда я узнала, что если мы чему-то завидуем, то мы сами у себя это отбираем, то есть я завидую, и я сама у себя отбираю то, чего я очень хочу, у меня нет. Нет, это так мне не понравилось. Я вот усилием воли прорабатывала и дошла до того, что я стала спрашивать, «О, а что сделать, чтобы получить то, что есть у этого человека?» Мне не то же самое, а такое же. Я тоже так хочу. Что нужно сделать? И вот эта вот работа долго во мне, она велась. И когда вдруг я прочувствовала, что зависти во мне больше нет, вы знаете, какое количество вот этой положительной жизненной энергии во мне родилось. То есть я ее трансформировала в негативную энергию, которая тащила меня в какую-то темную бездну. Потому что зависть страшная штука, а обида – это вообще кошмар. Я просто почувствовала крылья за спиной. Я очень хорошо помню эти ощущения. Я говорила, как хорошо жить без зависти, как хорошо. Всего лишь работая внутри, там, внутри себя, я не делала ничего, я там, внутри себя, это прорабатывала, прорабатывала. Но есть для этого сегодня практики, различные практики, которые помогают нам познакомиться с собой более глубоко, найти свои теневые стороны, найти все программы, которые мешают нам жить, и их проработать. Если вы хотите реально познать эту тему, я могу предложить вам мой вебинар, который я провела недавно. Он называется «Энергия жизни». И на этом вебинаре я говорила о законах мироздания, которые нужно обязательно знать и им следовать. Потому что это космические законы, вселенские. По ним живет вообще все во Вселенной. Если мы их не знаем, это не освобождает нас от ответственности. Если мы их нарушаем, вот тут мы и страдаем. То есть сами себе мы не даем нормально жить. Кто-то незнанием законов, но я уже сказала, не знаешь, не поможет. Так вот, закон мироздания я рассказывала, и я там провела три практики. Мощные практики, которые, если их делать периодически, тоже очень вам помогут. Ссылочка будет под этим видео. Это платный вебинар, и вы можете его купить, и он навсегда будет вашим. То есть эта видеозапись навсегда будет вашим. Так что практики с 2024 года очень важны. Я повторюсь, это не медитация, да, это именно конкретные практики по работе со своими энергиями. Следующий пункт, конечно же, обучение. Учиться нужно новому. Пришло новое время. Есть такой закон Вселенной. Закон вибрации называется. Расскажу вам один закон. Он говорит о том, что во Вселенной ничто не находится в покое. Все постоянно движется и вибрирует. Все постоянно меняется. То есть нет того, что находится в абсолютном покое. И люди на Земле живут по этим же законам. Поэтому у нас все время меняется. Меняется информация. Особенно сейчас, когда время бежит стремительно быстро. Стремительно быстро. Нужно понимать эту жизнь. И замедляться. Время мчится. Человеку нужно замедляться. Потому что если мы мчимся вместе с этим временем, как написала мне одна подписчица, некогда, некогда, Людмила, совершенно некогда. Потому что время такое. Нужно все спеть, нужно бежать. Если вы бежите, вы изнашиваете ваше тело, храм. Ваш телесный храм вы изнашиваете раньше времени. И стареете раньше времени. Нужно замедляться. Нужно учиться этому делать. Поэтому обучение. Обучение для вас актуально такое, какое попросится. Вот вы читаете информацию. И вы отзоветесь внутренне. Именно на то обучение, которое вам сейчас нужно и подходит. Конечно, это должно быть обучение не в институте. Потому что то, чему сейчас учат в институте, в ближайшее время вообще не понадобится. Самый главный институт должен быть это познать себя. И вот нужно понимать, как познать себя. Вот прям с первого класса. Вот прям с первого класса жизни. Кто я, какой я, из чего я состою. Даже анатомия, кстати, очень неплохо было бы узнать. Но это в школе еще преподавали. Раньше, во всяком случае, не знаю, как сейчас. Нужно понимать себя, свои эмоции, свое чувство. И нужно выключить в своей жизни чужую жизнь. Это тоже очень важно. Но я это в обучение сейчас поставлю. Нужно отключиться от чужой жизни. Нужно жить свою жизнь. Свою. И этому нужно действительно обучаться. Ну и как пример того, как мы можем еще помочь себе, это читать книги, которые как раз-таки нас развивают, наполняют энергией, космической энергией и дают нам корневые знания. Корневые. То есть знания, которые помогают как раз-таки нам разобраться. Вот одна из таких книг, это книга Конкордия Антаровой «Две жизни». У меня таких четыре тома, вот именно этого издания. И здесь описано все. Как говорится, если хотите, вы все узнаете и из этой книги тоже. Есть еще книга «Стучащему», да, откроется. Обожаю эту книгу. Обожаю. Я, когда ее читала, я поняла вообще, как рождена была Земля, да. Есть еще книга «Живая этика». Это не про этичность, дорогие мои. Это Агни-йога. Это учение 21 века. То есть на каждый век человечеству дается учение и учитель. В 21 веке другой учитель, потому что другие энергии и другое учение. Теперь учение называется «Живая этика» или Агни-йога. Это то, что можно изучать, но, повторюсь, там очень мощная энергия. То есть когда вы читаете эту книгу, вы получаете очень мощную энергию. Поэтому с нее я начинать не рекомендую. Вот, по моему мнению, то, что очень пригодится нам всем в 2024 году, если мы хотим жить. И жить развиваясь, возвышаясь и утончаясь, как того требует наше сегодняшнее время. Разобраться в себе, кто я. Не убрать теневые стороны, а проработать их. Потому что теневая сторона – это энергия. Ну, допустим, если человек обидчивый, да, это энергия мощная очень. Если человек завидует – это мощная энергия. Если человек, ну, вот злится такой, он агрессивный, да, это мощная энергия. Ее можно трансформировать, и будет такая же энергия положительная, которая даст возможности развиваться, обучаться, становиться лучше, интереснее, обрести жилье своей мечты, делать интересный бизнес, да, заниматься своим хобби, творчеством, купить дом, жить, не знаю, о море. У озера. Все, что человек хочет. Вот эти вот деструктивные, да, энергии нужно просто переработать. Благодаря практикам и работе над собой. То, что я сегодня, о чем я сегодня сказала, и я предложила вам, и несколько курсов, и вебинар предложила, и даже показала, какие книги можно почитать, чтобы вы состоялись, да, чтобы стали жить лучше. Причем, заметьте, я не говорю, что вам обязательно это нужно сделать. Ну, время, говорит, обязательно, потому что, повторюсь, опять же, Сатурн — это закон, и делать ты будешь это обязательно, да, не умеешь научим, не хочешь составим. Но мне очень хотелось бы, чтобы вы услышали самое главное, что время, когда мы можем сбросить ответственность на кого-то или на что-то, оно не просто закончилось, да, оно ушло в небытие. И чтобы вы не мучились, продолжая жить так, как вы живете, если вы недовольны своей жизнью, да, просто начать с того, что признайтесь, что вы живете не так, как хотите, вы хотите лучше, что у вас есть теневые стороны, что образование в этой части жизни, да, энергетика, да, как она работает, недостаточно ее нужно знать. И что вы хотите, вы хотите добрых перемен в своей жизни, вы хотите счастливой жизни, вы хотите, чтобы рядом был любимый человек, молодежь, вы хотите, чтобы у вас были дети, чтобы вы могли жить не ниже травы, тише воды, чтобы вы могли жить так, как будто бы действительно крылья у вас за спиной находятся. И вы в любой момент можете взлететь. И все, что вы хотите, вам под силу. Да, человеку все под силу. Нас утяжеляют вот эти вот энергии, которыми прицепились. Мы живем с ними и даже не понимаем, что нужно их подпустить, и тогда тебе будет хорошо. Но мы вцепились, не понимая, что происходит, и живем так, как живем. Поэтому, во всяком случае, сегодня я хотела с вами поделиться этой информацией, с удовольствием я ей поделилась и буду рада, если вы начнете работу над собой. Почему рада? Да потому что чем больше таких людей, которые живут осознанно на планете, тем легче будет жить всем. Всем. И когда начинаете меняться вы, автоматически меняется ваше окружение. Это так работает, это же энергия. Так потихонечку, потихонечку, помаленечку мы действительно с вами сможем жить так, как все мечтают. Когда говоришь, вот наступает золотой век, рассвет, говорит, эх, где он, как до него дожить. Вот он наступает. Живи, начни с себя. Все. Обязательно дарите мир и любовь, дорогие мои. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok